От острого глаза сотрудника госавтоинспекции скрыться невозможно. Нарушителя он видит издалека. Евгений, водитель мопеда, и скорости не превышал, и экипировку приобрел соответствующую требованиям безопасности. Однако сразу привлек внимание. И оказалось не зря. У Евгения нет водительского удостоверения. ДПС города Артема проводит очередной рейд, направленный на профилактику аварийности с участием водителей мопедов и мотоциклов. За текущий период 2018 года в Артеме зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, три из которых с участием несовершеннолетних. Транспортным средством категории М, мото, мопед могут управлять лица, достигшие 16-летнего возраста. С 18-летнего возраста могут управлять граждане категории А. Многие начинающие водители мопедов даже не подозревают о том, что им в первую очередь необходимо иметь водительские права и четко знать правила дорожного движения. Кроме того, шлем обязателен. Иначе придется заплатить штраф, а транспортное средство поставить на арест площадку. За отсутствие шлема предусмотрена 1000 рублей, статья 12.6 Кодекса об административных правонарушениях. За отсутствие водительского удостоверения гражданину будет вынесена статья 12.7 часть 1, штраф от 5 до 15 тысяч рублей. По данным госавтоинспекции, в Артеме становится меньше нарушителей на мопедах. Соответственно, данный вид административных правонарушений пошел на снижение. Однако, по мнению сотрудников ДПС, расслабляться не стоит. Поэтому профилактические рейды, направленные на снижение аварийности на дорогах, проходят еженедельно. Между тем, июньская статистика гласит, что с начала года в Приморском крае зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта. В результате 5 человек погибли, 25 получили травмы различной степени тяжести. Рост по числу погибших в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 66%, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ОМВД России по Приморскому краю. Большая часть мотоаварий произошла на территории двух городов – Владивостока и Партизанска, трех городских округов – Дальнегорского, Лисозаводского и Уссурийского. В целом, к наиболее распространенным видам нарушений, допускаемых водителями мототранспорта, относятся выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил перестроения, расположение транспортного средства на проезжей части, бокового интервала и неправильный выбор дистанции. В целях стабилизации аварийности в регионе проводятся массовые проверки водителей мототранспорта.